Добрый день! Отсюда мы обращаемся ко всем гражданам России и ко всем жителям Европы, Америки, Азии. Потому что отношения между США и Россией самые важные нашим бывшим союзникам. Вот в чем беда этой провокации с Октябрьской революции. Даже февральская была вредна, но она сказала, что Россия единая и пойду до победного конца. Кто-то из левых скажет, что вот война, люди гибнут, но так устроено человечество, что в 19 веке не было войн, что в 20 веке, вот сейчас нет войн. Они постоянно. Почему? Население растет быстрее, чем возможно их обеспечить питанием, одеждой, образованием и так далее. Люди не могут сдерживать свои чувства и создавать семьи. Сейчас Запад научился. Но прошло 20 веков, и на Западе жестко контролируется рост населения. Ни Франция, ни Британия, ни Италия, ни Германия. Никакого роста населения. Но население стареет. Молодежи все меньше и меньше. Они замещают нехватающую рабочую силу мигрантами. Европейцы-архитепторы, врачи, адвокаты, менеджеры. А бедные безработные с Африки и Азии работают на всей территории Европы. Миллионы турок, арабов, курды, албанцы, а теперь еще и украинцы. Но у нас к власти пришли радикальные элементы. Они не знали, что такое социализм. И грубо нарушили законы, которые выработал Маркс, теоретик марксизма. Что нельзя идти к социализму в одной отдельно взятой стране. Ибо окружающий капиталистический мир испугается и будет душить эту первую молодую социалистическую республику. Но Ленин все понял ошибки. Он повернул стану назад. Капитализм. А Сталин этого не понял. Он вернее понял, что если возвращаться обратно в капитализм, это выборы на, когда будет несколько партий, и большевики все проиграют. Ибо они устроили террор, уничтожили кулачество и совершили много преступлений. Поэтому, чтобы остаться у власти одному человеку, Джугашвили, он продолжает эту идею построить социализм. А построить можно было только насилие. И погибли миллионы. Нас было 150 миллионов в 1914 году. Сейчас нас было бы 500 миллионов. Потому что даже при советской власти каждый год 3 миллиона было прибавка. Посчитайте за 70 лет 200 миллионов. Это просто обычный прирост. А если бы не было гражданской войны, не было бы террора сталинского. Ведь тогда бы не было и отечественной войны, второй мировой. Наши солдаты не погибали бы в Африке, на Кубе, Вьетнам, Корея, Афганистан. 600 миллионов было бы сейчас. Умных, красивых, самых образованных. Но это не надо было большевикам-экстремистам. Ленин и Мао-Джи-Дун говорили, пусть погибнет 80% русских, лишь бы оставшиеся жили при мировом коммунизме. А Мао-Джи-Дун говорил, пусть погибнет 90% китайцев, лишь бы оставшиеся жили при коммунизме. Фанатики. А Ом-Севико, честнее их, японская вредная сетка. Там погибли десятки. Это вот наша беда, что мы пропустили. Почему большевики смогли прийти к власти? Слишком демократической была Россия. Паспорт царь выдал всем, кто хочет. Все выезжали за границу. И никого не задерживали. Любые митинги, любые газеты. В тюрьмах не было политических заключенных. Вот демократия привела к тому, что экстремисты захватили. А американцы, они радовались этому, что разгромлена Германия, Первую мировую, и произошел переворот в России. А Англия, это дружочек Америки. А Франция, она еле-еле воюет. После Наполеона ничего не может. И американцы вступают в Первую мировую войну в апреле 17-го. И диктуют условия мира всем. Потому что они далеко. Там не было войны. И на войне здоровые государства, не участники войны, зарабатывают. Ибо всем нужно оружие, боеприпасы, амундирование, питание. Вот американцы поднялись, как тесто сдобное. Депутаты Государственной Думы, они здесь стоят перед вами. Они в поездке по стране. А у нас выборы почти во всех регионах. Но мы единственное, разоблачаем основные аспекты внутренней и внешней политики США. Они над нами издеваются там, незаконно захватив наших граждан и держат их в американских тюрьмах. Вы, наверное, об этом говорили. И все, что они делают сегодня, последние четыре года, чтобы нас уколоть, унизить, оскорбить. Почему мы стали смотреть с небольшой надеждой на Трампа? Он понял ошибку Барака Обамы, Буша, Клинтона делать ставку, накачивать Китай. Он увидел, что Китай обгоняет Америку. Американцы своими руками подготовились к своего могильщика. Осталось 10 лет. Вот эти 10 лет будут самые напряженные с тем, чтобы попытаться Россию оторвать от Китая, чтобы Китай не получил военную помощь от России. Чтобы мы задыхались на Украине, в Сирии. И, может быть, здесь появятся те вот, как... Алеша Анальный, его фамилия был. Анальный. А, А, Анальный, Алеша. Его более правильная фамилия. Он ее скрывает по-другому шифру. По тюрьмам сидит. Новый Ленин Удальцов. У нас же есть в Новом Черемушке улица Удальцова. Это его родной прадед. Улица названа как организатор первого вооруженного восстания в Москве в 1905 год. И его правнук через 100 лет снова готов организовать восстание в Москве. Но дедушку не успели, прадедушку, в тюрьму посадить. А Сережа будет долго сидеть в тюрьме. Поэтому посмотрите. Пришли сюда коммунисты апелляционная партия? Нет. Они с американцами дружат. Кого все послы США звали к себе на встречу? С Сюгановым. Каждый посол приглашает к себе в Спасхаус-резиденция и накручивает мозги Сюганову. Это пятая колонна. Как нам прислали в начале того века, 20-го, так и в начале 21-го века. Кто ходил в американское посольство? Справедливая Россия. Дмитриев Илья Пономарев катается по заграницам и провоцирует ухудшение отношений. Справедливая Россия. Все партии, кроме ЛДПР и запозиционных, стараются пойти на поводу у Запада. Получить свой бутерброд с ржавой колбасой. То есть готовы предать страну, как это сделали большевики, дельсинские демократы. И сегодня они прекрасно на ваших глазах видно. Выборы в Госдуму кого зовут американское посольство? Зюганов. Выборы президента кого идет американское посольство? Зюганов. В Америке за это в отставку отправляют президента, министра, адвоката, выбирата. Раз ты идешь в посольство страны, которое является противником твоей страны, наши коммунисты ни стыда, ни совести нет. Продолжается значит, эта идеология страшная. Вы помните гимн? 40 лет был гимн нашей страны интернационал. Ничего русского. На такие строчки мы весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. построили, гумаг построили и еще раз выгнали всех людей. 20 миллионов кулаков это самые лучшие в мире крестьяне. И это Молотов, сподвижник Ленина, говорил перед смертью, он жил до 96 лет, а его внук у нас в парламенте Вячеслав Никонов, он подтвердил. 20 миллионов лучшие инженеры, офицеры, гимназисты, студенты, ученые всех разогнали, всех уничтожили. Это как можно? Они выполнили требования интернационалов. И всего погибло за 20 век из-за этого большевистского мятежа 100 миллионов наших граждан. Включая умерших от ТИФа, все болезни гражданской войны, от голода умирали миллионы и НКВД стояли и не выпускали голодных христиан, которые шли в другие села, где есть питание. Расстреливали во время Отечественной войны. Сзади шли цепи заградительные и солдат, минные поля. Что делали? Вместо того, чтобы убрать мин из поля, разминировать, времени мало, гнали солдат, а сзади пулеметы стояли. Или вперед погибнешь на минном поле, или назад тебя пристрелят как отступающего. Вот какие эпизоды Отечественной войны. Эту правду до сих пор скрывают. Мой дед Павел Иванович Макаров умирает в 1919 году от ТИФа. ТИФ это болезнь гражданской войны. Первый муж моей мамы умирает от туберкулеза в 1944 год. Это тоже в той стране, где она ослаблена, это вполне излечимые болезни. ТИФ или туберкулез. Сейчас корь гуляет по Европе и к нам пришла. Мы давно с корью покончили. Прививку я помню в детском саду делал, где мы никто не заболели. Поэтому мы здесь стоим напротив этого желтого здания. Это штаб борьбы с нашей страной. И там был один приличный посол Макфол. Он хотя бы встречался. Мы могли на него влиять и объяснять ему в чем он не прав. После него приехали послы в чистом виде организаторы оранжевых революций. Поэтому мы протестуем против произвола насилия в тюрьмах Америки. Против произвола насилия в отношении граждан планеты Земля. Когда тюрьма Гуантанамо Губа переполнена. В Абугрейт тюрьма Ирак издевались над заключенными. Сейчас по всей Восточной Европе и Украине тайные тюрьмы ЦРУ, где незаконно содержатся тысячи и тысячи граждан планеты. И эта демократия по-американски это расизм, это нацизм, это произвол царит эта страна. Тысячи вас построили они, окружив нашу страну. И как Гитлер уже план готов к расчленению и ликвидации нашей страны. Каждые два года они обновляют этот план и намечают те города, которые должны быть подвергнуты бомбардировке. У нас есть ответное оружие. Наш академик Сахаров изобрел две самые страшные водородные бомбы. Пришел куратору, генералу от КГБ и говорит вот Америка, Атлантический океан тихий. Мы взрываем два этих страшных ядерных устройства, поднимается цунами и смывает всю Америку. Генерал КГБ говорит, ну как же, жатко, это же страна, люди. Видите, какие были генералы КГБ. Потом они сдадут КГБ. И главный, кто сдал нашу страну, председатель КГБ СССР, генерал армии Кручков. Почему? Они были дети гачевников, дети пастухов. Это были шариковы. В спецслужбах России после революции было 30% с начальным образованием, еще 30%, с неоконченным средним и только 6% свыше. И они творили страну, науку, созидали, ну разве можно? У власти должны быть академики, инженеры, выпускники нескольких вузов, опытные. Поэтому это не просто была революция в 17-м году. Она зачистила страну. Все, что умное, созидательное было, они уничтожили. Подросли новые, переманивают к себе. Все достижения США это русские инженеры, это русские мозги. Они сами ничего не могут делать. Там миллионы там находятся. Потому что устали от советского режима, от коммунистов, боятся снова закроют страну. И с 87-го года, 30 лет назад, постоянно уезжали за рубеж, и там 10 миллионов самых образованных с деньгами. Мы заканчиваем наш митинг протестом. и хотим, чтобы господин Трамп знал, мы слушали его безвыборную кампанию, его желание улучшить отношения с Россией. Мы прекрасно понимаем, что американская элита пошла на нарушение Конституции США и лишила президента Трампа части полномочий, когда он практически ничего не может. Он может только вести чрезвычайное положение, разогнать Конгресс, отправить подставку губернатора, но у него должны быть надежные части. Это вот проблема. Поэтому нельзя обижаться на Трампа, ему мешают работать. И сегодня техника такова, что каждый шаг на виду. Вот сейчас я здесь, а Трамп меня видит и слышит. А когда они что-то делают, мы их видим и слышим. Поэтому повернуть политику президенту США невозможно. Будем ждать в дальнейшем все-таки он наберется мужества и сумеет сформировать такие правоохранительные органы, получить поддержку в таких элитных частях американских вооруженных сил, таким образом сплотить белых фельдмеров в рабочих производственную сферу США, чтобы ударить по финансистам, которые раздувают финансовые пузыри, когда нет экономики, а меняют курсы валют и спокойненько сдают эти акции, покупают и обычный черкизон в масштабах финансовый черкизон масштабы всей планеты Земля. Нас этим не напугать, нас не остановят, мы не будем ссориться с Китаем, с Ираном, потому что объединенные силы России и Китая никто нам не угрозит. Иран, Турция, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, это южное направление определило ЛДПР, поэтому мы создадим новую конфедерацию, те, кто сами желают сегодня войти в нее, новое государство РК, Российская конфедерация, с численностью населения 500 миллионов человек, с потенциалом нескольких ядерных держав, и американцы поймут, и к 30-му году окончательно перейдут к политике самоизоляции, уедут к себе на американский континент, в Азии пусть решают вопросы Пекин, Токио и Дели, Западная Европа пускай занимается Африкой, Северная Америка Южной, а мы остаемся на своем континенте Евразия с нашими соседями Пакистан, Афганистан, Иран, Турция, Сирия, Ирак, Финляндия и все остальные, кто примыкают к нашим границам, от которых им нет никакой угрозы, а наоборот благополучие Финны сегодня одна из богатейших стран Европы, потому что на границе Россия, с которой самые выгодные связи у Финляндии. Я хочу вас призвать к тому, что у нас прекрасное будущее, вы самая мощная в мире страна, у нас свои будут технологии, у нас свои инженеры, и выборы мэра Москвы в следующее воскресенье, 9 сентября, и наш кандидат Михаил Дегтярев, талантливый, молодой, энергичный, и самое главное инженер, инженеры созидают, инженер не может быть разрушителем, и наш губернатор в Смоленской области один из лучших, у нас есть глава администрации, мэры, огромный депутатский корпус, и есть наш кандидат на должность новый директор федеральной службы исполнения наказаний генерал Абельцев, там они все воруют, устраивают пытки, только он, генерал Абельцев, наведет порядок в тюрмах России, мы готовы дать лучшие кадры на любые посты, но мы никогда не перейдем к вооруженной борьбе с собственным народом и правительством, мы никогда не будем совершать перевороты и какие-либо действия ночью, только парламентским путем, как этим путем идет уже 60 лет вся Европа. Оценку того, что произошло сегодня здесь напротив вашего посольства, вам никто не придет, вы кахомутали, запугали, подгубили, подкупили, а ЛДПР никогда не продавалось, никого никогда не боялось, и мы всегда говорим, да здравствует Россия, да здравствует русский народ, слава русской армии, победа будет за нами, господин ханства.